Зрада пришла откуда не ждали. Польша начала экстрадировать украинцев призывного возраста. Подобными сообщениями сегодня пестрили многие пророссийские телеграм-каналы, которые поддерживают проведение так называемой СВО. Польские СМИ сообщают о начале экстрадиции мужчин призывного возраста, которые укрываются в Польше от мобилизации. Сообщают, что подходящего контингента на польской территории скопилось около 80 тысяч человек и всех готовы отправить умирать за незалежность. Все они ссылаются на польское издание «Ржечпосполита». Правда, активных ссылок не дают. Максимум ограничиваются скриншотом заголовка статьи. На самом деле сообщество манипулирует информацией. О чем же на самом деле пишет «Ржечпосполита»? Вот материал, который так взбудоражил тех, кто поддерживает агрессию РФ. Здесь действительно говорится, что на территории Польши находятся около 80 тысяч мужчин из Украины возрастом 18-60 лет, которые выехали после 24 февраля 2022 года. И что некоторых из них официальная Варшава экстрадировала в Киев. Но речь не об обычных украинцах призывного возраста. По информации, которую «Речь Посполитая» получила от пограничной службы, Польша согласно соглашению с Украиной уже выдворила граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу. То есть речь о тех, кто занимался незаконной переправкой уклонистов через границу. Что до всех украинцев призывного возраста, то процедура их экстрадиции возможна лишь в том случае, если Украина выдаст международный ордер на арест каждого из них. А это, как говорилось ранее, около 80 тысяч мужчин только в Польше. Если мы такого иностранца задерживаем, например, для простой проверки, наша национальная полицейская информационная система покажет, разыскивает ли его прокуратура Украины. Если да, то мы его задерживаем. Будут ли экстрадировать такого человека, решит польский суд. Спикер главного коменданта польской полиции. На днях глава фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давид Арахамия заявил, не исключено, что военнообязанных украинцев, которые выехали за границу незаконно, могут экстрадировать для привлечения к ответственности. В то же время, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, экстрадиция – довольно длительный процесс. Сложно достичь выдачи даже, например, Дмитрия Фирташа и Константина Живага. Если же говорить о тысячах украинцев, это практически нереально. Экстрадиции можно использовать относительно одной и двух десятков человек, но не в таком объеме. Питание экстрадиции у нас регулируется нашим локальным законодавцем, это криминальным процессуальным кодексом, международными договорами, а именно европейскими конвенциями. Поэтому внести какие-то изменения даже в эту процедуру достаточно складно. Процедура экстрадиции такова. Сначала суд в Украине должен принять решение о заочном аресте. После того, как оно вступит в силу, можно подавать запрос об экстрадиции. Причем запрос может подать только либо Генеральная прокуратура, либо Министерство юстиции. Потом после принятия этого решения компетентный орган Украины подает запрос до другого государства. Компетентный орган там тоже может быть сложная процедура, как у нас. То есть, высший орган подает информацию до органов нижней лазнии про установление места перебывания особенной территории этой страны. То есть, сам по себе факт, что она перетнула кордон с Польшей, не значит, что она до сих пор находится в этой стране. То есть, чтобы вернуть всех мужчин призывного возраста, нужно как минимум знать, где они находятся. А это тысячи людей. После того, как, например, та же Польша получает запрос на экстрадицию лица, она не сразу передает его Украине, а только после суда, который может отказать в экстрадиции. Например, если человек получил статус беженца. Еще один вариант – объявить мужчин призывного возраста в международный розыск по линии Интерпола. Если украинец будет где-то задержан, его могут выдать Украине. В то же время неясно, как отреагирует Международная организация криминальной полиции на такое количество запросов. Помимо экстрадиции, по словам юристов, есть также процедура выдворения. Она чаще применяется к тем, кто незаконно пересек границу. Напомним, на момент начала полномасштабного вторжения действовала упрощенная процедура въезда в страны в ЕС. Кто не имеет законного основания находиться в другой стране, не получил статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Если мы говорим о дальнейшем развитии, то, мабуть, это должно отвечать законодательству этой страны, где гражданин находиться. То есть, если в законодательстве Польши не были внесены какие-то изменения относительно граждан Украины, относительно их подтверждения статуса и места перебивания, то тогда относительно тех людей, которые в этот спрощенный порядок перетонали в кордон, не может быть использована процедура выдворения. Несмотря на все это, различные манипуляции о высылке украинцев из-за границы всплывают в российских медиа и прокремлевских телеграм-каналах довольно часто. То здесь рассказывают, что мужчин призывного возраста будет задерживать полиция и отправлять в военкоматы, то утверждают, что Польша может стать так называемым полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. В череде фейков о жизни беженцев в странах Евросоюза, которые продуцирует российская сторона, манипуляции о высылке обратно, пожалуй, входят в тройку самых частых. Субтитры создавал DimaTorzok